Героиня нашего следующего сюжета не может говорить о счастье материнства без слез. Она до сих пор тяжело переживает потерю своего первого ребенка, которого не удалось спасти во время родов. Но она невероятно счастлива быть мамой 8-летней дочери Эмилии и 6-летнего сына Руслана. На вопрос, что такое счастье материнства, Мария Бадаева ответила так. Что вот они бегают, растут с нами. Для мамы счастье. Она с ними здесь на даче. И что вот просто они есть. Когда ты приезжаешь на дачу, они бегут, мама, мама. Радостные встречают. В общем, просто материнство – это просто, правда, счастье. Но до того, как она ощутила радость и объятий двух пар детских ручек, улыбок и смеха сына и дочери, в ее жизни произошла трагедия. До детей был ребенок. Я была беременна. И мне начались схватки на седьмом месяце. Я приехала в роддом. Они начали останавливать мне схватки. Сутки останавливали. Но, к сожалению, ребенок умер. Поэтому для меня даже не было мысли, когда родилась Эмиля, Руслан. Никогда не было мысли, что я сделаю аборт. Две беременности Эмилией и Русланом были трудными. С Эмилией в девять недель у меня случилось кровотечение. Я с работы, прям никого не дожидаясь, улетела в больницу. Меня положили, все сохранили. Все хорошо. Потом еще раз я лежала. Тоже на сохранении. Тоже кровотечение было. Ну, все сохранили. Все идеально. Все отлично. Потом забрели ему Руслана. Теперь маловесный, в кавычках, Руслан уплетает ягоды и прекрасно осваивает основы семейной жизни в игре «Дочки-матери». Мы любим играть «Дочки-матери». У нас есть куклы. И когда он берет их за ноги и мотает их, я на него наорую. Семья же самой Марии, к сожалению, не сложилась. С мужем пришлось расстаться. Любящая мама Юлия поддерживает дочь и делом, и молитвой. У меня мама верующая очень. Вот она ходила, папа умирала, она ходила по церквям. Дом остался после папы. Конечно, двум женщинам в быту нелегко. Содержать, ремонтировать жилище, да и просто обеспечивать себя и детей. Был 19-й год, карантин. Мы опять же приехали сюда зимой на дачу. И нам вот очень помогла организация. Привезли и продукты. В общем, очень помогли. И потом, спустя год-два, предлагает эта организация тоже помочь таким же мамочкам беременным. Я, конечно же, согласилась. И вот до сих пор я им помогаю. Очень люблю всех подопечных, всех сотрудников. Поддерживаю я их. Не знаю. Приходит мамочка, говорит, я устала с мужем ругаться. Я говорю, все будет хорошо, не переживайте, все будет отлично. Или беременная приходит, первый ребеночек. Ой, я не знаю. Я говорю, все будет хорошо, я ей помогаю. И какие-то подгузники, и пеленки, и детские вещички. Все подберем, все сделаем. Вот так Мария, когда-то обратившись за помощью, теперь сама поддерживает подопечных и согревает собой других. Верить своему сердцу и слушать себя, и никого вокруг не слушать, потому что какой бы ребенок ни был, это все равно счастье. Это огромное счастье. То есть поставят один диагноз, а родится ребенок совершенно здоровый. И потом будешь радоваться на него, смотреть и думать, как я могла об этом думать, что я могла от тебя избавиться. Честно, я не умею грустить. Я не знаю, я человек позитив. Для меня это прям... И дети, ну, может быть, сложные, не знаю, там, вот характер показывают свой иногда. Но все равно находим общий язык, все равно. Мария обмолвилась, что ждет и надеется, что в ее жизни появится твердое мужское плечо и заботливые руки. Но у них сейчас есть главное – любовь, нежность. И все знают, что такое семья. Ну, это когда вся семья поддержит любую секунду. Когда упадешь или когда ударишься. И когда все любят друг друга. Мария Чугреева, Александр Маклеонов, Борис Сафронов. Телеканал «Спас».